вследствие жанра предлагаю сыграть в игру сейчас поймем в процессе то есть мне кажется первое как можно дольше не говорить не тебе не мне понравился нам фильм или нет то есть как можно дольше держать интригу это раз-два до того как мы дойдем до этого пытаться вспомнить все фильмы про маньяков когда мы знаем и треть это будет нереально но хотя бы начать мне хотелось бы в стиле того как разговаривают персонажи в этом фильме мне хочется что-то знаешь для интро сделать из разряда жил-был мальчик и вот он с другом решил поехать кинотеатр да и там в темном цели показывали фильм и появилось название длинноножка так начиналась эта драматичная история в ней были супружеские измены ложь жадность и мучение значительная зависть чужому успеху здравствуйте дорогие товарищи сегодня мы смотрели сводку кинолент происходящие в кинотеатре обнаружили дело о длинноножке мне кажется это должно было быть названием фирма на самом деле длинноножка конечно но я еще гуглил аду может быть есть что-то где-то ну нет он длинноножка я потом вначале в какой-то момент звучит фраза типа я сегодня один под этой школе today and i haven't put any long legs я подумал что леггинсы так называются длинные ну леггинсы еще более как бы психоделическое название в принципе до человеческая длинноножка создатели человеческой многоножки но длинноножки но длинноножка если бы я понимаю это ты нашел кстати там посмотрел я пытался найти я не нашел может быть есть какая другая длинноножка который которую я не нашел но в принципе там как бы длинными ногами то никого особо я не видел но хорошо что локализаторы как-то поменяли название потому что длинноножка очень зрителей сильно смущало они такие так а где там длина 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 ножки нету толку ну давай вспомним что мы вообще знаем о триллерах про маньяков тема не конечно интересно особенно с с моим интересом по психологии да вот это как таки девиации человеческих личностей скажем так которые там ну да а ты тоже этих людей которые могут там на википедии все читать про чикатило но есть всякие интервью ролики прочее если бы если бы у меня была цель я бы задался целью исследовать этот момент как бы для для какой-то там не знаю для например сочинение какого-нибудь опуса или школьного сочинения да да ну какой-нибудь герои от нашего времени до чикатило да 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 герой нашего времени прям как у этого оливера стоуна вот это прирожденное лицо я думаю что я достаточно могу отключить эмоциональность я понимаю что все уже что они творят как это но с точки зрения того какая тварь человек это очень любопытная тема то есть это девиации с точки зрения того почему люди ведут себя по-разному это и заодно еще было бы интересно по исследовать дальше мозг это многих интригует не обратил внимание мне даже знакомые девочки некоторые говорили что а я вот люблю сидеть и читать пять шесть часов там с бескресным вечером про маньяков и такую слава богу не один потому что мне вот например я уж не я боюсь анализировать себя почему это нравится мне может быть у меня нет никаких оправданий но мне нравится особенно как бы смотрел интервью и передачи и так далее но самый такой хардкорный экспириенс по моему это википедия потому что она очень сухо подает тебе информацию и ты сам заполняешь все неизвестные вот эти вот части и от этого становится очень жутко знаешь вот насчет того что я боюсь что во мне там что-то такое это из разряда типа вот говоришь про гомосексуалистов они латентный ли ты там вот этот вот такая херня на самом деле то есть мы можем думать обо всем что угодно но это мы можем все время думать о гомосексуалистах но при этом мне всегда вспоминается он настолько ненавидел шивы что его потом приняли в сон святых благословлявших шивы как павел которые то есть как саул который настолько ненавидел христиан что в конце концов конвертнулся в павла апостола ну да мне настолько безразличен сатана что я написал о нем 5 книжек а насчет смотреть дам кстати мы помните с женой ехали из какой-то длинной поездки там по моему в польшу ездили лонг драйв лонг драйв и мы нашли подкаст true crime на диване и там как раз таки рассказывалось обо всех этих маничиллах и там такой же жестяк говорится то есть он рассказывает обо всем так спокойненько но как бы понимаешь вот эти люди настолько больные там когда полиция перекапывается ты там больше десятка 20 трупов там находит или там все эти трупы там где-то там под половицами кухни лежат гниют и он спокойно живет поезд сосков что-нибудь в этом роде ну да в общем эта тема она всегда наверное интриговала очень большую часть человечества сейчас мы были в кинотеатре фильм по моему кинотеатре как минимум уже третью неделю как минимум наверное да я думал что он действительно уже выходит до было оставалось буквально три свободных места одно было отдельно и два отдельно в первом ряду мы сидели в кое-то веке да но это был маленький зал до сколько там резин зал ресторан да кстати думал что на первом ряду будет очень плохо а потом как-то так посидел нормально и втянулся и в общем-то я думаю в большом зале возможно когда у тебя супер гигантский экран в первом ряду ты когда ты сидишь вот так вот тогда вы здесь в этом зале более-менее но фильмы про маньяков что ты помнишь что-то у тебя вот что это всплывает когда фильмы про маньяков но во-первых у меня всплывает этот финч русский сериал охотники за разумную когда в русском перевели отличный сериал жалко что слишком дорого снимает и 3 сериал не продолжили этот фенчер да все было я не знаю как все но мне кажется первый он был продюсером но как минимум он был продюсером он там стоял и да и докапывался до всех нужно стараться больше судя по цветовой гамме как бы все это он так достаточно такое 1 1 1 ровная по стилистике по крайней технической частью он следил или задал вектор какой-то которого должны были с удовольствием просмотрел как минимум первую сезону втором немножко подзатянулось я второй забросил где-то на середине или на первую серию в целом он то все равно тоже и там были не закрыты линии которые мне кажется это не совсем наверное триллер про маньяка про исследование это происходит на какое что-то типа полудокументальная полу да да это по реальной 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 книги да это я знаю ну когда в майнхантерс венчера мне кажется сложно тут у меня первое что приходит на ум и тут вообще не отваливается когда смотришь этот фильм тоже это 7 того же фенчера как бы классика жанра все-таки культовый не побоюсь что слова фильм да для кого-то возможно даже гениальный но в любом случае сильный еще я подумал конечно же единственный триллер про маньяка за всю историю голливуда который получил оскара молчание ягнят да но и ганнибал соответственно не получил оскар да 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 это можно вместе все объединить это тоже пила предположим полюду триллер про маньяка но там первая часть была действительно такая вот как бы мы тоже скорее может быть диснейленд квест-рун про маньяка но романика это из разряда final destination копила не будем осуждать мне нравится я имею ввиду в том плане что он прямо не за там столько частей сняли по моему 8 да все таким как фильм катастрофа так катастрофы для персональной маньяк там был триллер там какой-то тоже подразумевался на что-то еще говоря вот или первый когда этот журналист просыпается поднимается и для того чтобы вдохнуть воздуха и ключик уплывает в раковину слив мне такая вот прикольная ассоциации на самом деле насчет каких-то глобальных жизненных событий когда ты осознаешь что ключик там у тебя был самого начала но ты его слил так сказать глубоко копнул да согласен и и ищут из таких не не настолько зодиак разумеется обо днем и тоже вспоминал неоднократно когда мы смотрели это тоже фенчер да да фенчерда целый два фильм про маньяков и клетка дженнифер лопеш до такой специфический но в принципе маньяк сложно сказать насколько триллер ну в триллер да и жанр мне кажется такой очень наверное слушаем жанра если подумать наверное первое этот фрица ланга немецкий экспрессионизм там какой-нибудь кабинет доктора этого коллегари там или дайл м фор мордор в общем это еще немецкие про маньяков стали снимать еще в двадцатые тридцатые то есть сто лет назад но это что-то уже в не моего я знаю там есть вот этот вот если я не ошибаюсь да вот то есть сто лет назад уже появились фильмы про маньяков первое какие годы 20 30 да 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 немецкий экспрессионизм да не уж не мой кино еще не но звуковое кино черно-белое фрейд первой мировой война все дела то есть тема людям не давала покоя давным-давно это всегда было интересно фильмов мы так на скидку назвали такие только самые очевидные наверняка мы видели еще дофига всего чтобы может быть придет в голову в какой-то момент если так подумать это же получается что маньяки это скорее такой момент больших городов то есть когда много людей незнакомых и что-то может произойти есть маленькое поселение скорее всего не нахрен поубивая всех пришедших ну смотри видишь там на тебя из-за угла сердит и внимательно смотрит стивен кинг который не согласен который говорит а вот у нас в штате мэн с этим проблем нету у нас как в наших нью-йорках тоже хватает чем мы как я не был в нью-йорке насколько я понял в нью-йорке ты все время как фильме ужасов у вас метро идешь потому что там любой крэк-хэт какой-нибудь сумасшедший бомжила может подбежать и пронуть тебя ножом и как бы без объяснений даже для самого себя и без сатаны будет довольно таки страшно да но да тема тема интересна тут мне кажется то что во первых очевидно это то что режиссер видел все те же фильмы что и мы как минимум а то еще больше еще я вспоминал этого этого греческого не греческого космополии или как-то там окей же снимался то есть снимался у него я понял в менди да в менди космата да панас 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 мата и короче да было до этого оверс блогер и но но там условно там были маньяки но там был главное главное вот это вот психолог манищи лото мне кажется это это просто настолько как сказать запредельный арт-хаус дать какой-то жанр да мне кажется что но мэнди уже условно там да в общем да есть такие арт-хаус уже мне кажется другая категория то есть тут все-таки больше сделано как зрительское кино а вспомнил из того что мне кажется сложно не упомянуть на в этом контексте было бы даже грехом практически это первый сезон настоящего детектива да 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 первый первый сезон там еще вот эти тулхианские мотивы которые начинаешь здесь невозможно тут и вода тоже не упомянуть мне кажется режиссер смотрел первый сезон настоящего детектива режиссер этого фильма смотрел всем режиссер этого фильма смотрел молчание ягнят кстати хотел пересмотреть недавно молчание ягнят но так и не пересмотрел о чем жалею потому что да было интересно по свежим следам ну и да соответственно все вот это то что мы упоминали смотрел любил и я посмотрел на мдб этого режиссера очень интересный интересная ситуация о чем мы говорим потому что предыдущий раз мы говорили про чужого про которого нам вот столько всего говорить мы там знаем читали обладаем антипопедическими знаниями и углубленными и так далее тут я не режиссер этого не знаю у него до этого из три четыре фильма с очень низкими оценками это самый высоко его оцененный фильм пока на данный момент в общем да только основываясь потому что мы знаем о жанре можно условно говорить потому что фильм котик мне кажется но это такой франкенштейн из всех этих фильмов про маньяков которые слеплены кстати да мне очень сильно показал что он действительно франкенштейн новый я прям видел элементы мы со спойлерами это да мы говорим со спойлером потому что иначе трудно вообще о чем-то говорить и ну может тут на самом деле наверное это было бы возможно нам было бы не так интересно скорее всего ну тогда бы просто бы срезали какие-то углы которые о которых было бы на самом деле интересно мы за остроту я сейчас пойду за куканным ножом а потом я вернусь то есть это франкенштейн шиты я это понял в основном и без сомнений в тот момент когда героиню сего сюжета и и начальник он это считался за чернокожая и нас эльба по скидке да тут многие актеры да я смотрю актеры по скидке да там такое ощущение даже что туда просто напихать элистеров каких-то знаменитых актеров и интересно как бы это выглядело да ну наверняка больше людей пришло бы только чернокожий начальник главную героиню ведет знакомиться со своей семьей да я такой это всем если бы я не видел всем возможно я бы не знал этого ход ну когда ты всем к за всем видовида фенчера посмотрел один раз ты думаешь господи у нас тут детектив или что доплевать мне какая у него жена и что с ней происходит и так далее почему они кушают вместе с коллеги по работе вот вам чеховское ружье держите да и туда потом ты понимаешь зачем и вот здесь как только появляется семья этого чернокожего это девочка я такое ясно понятно заворачивается их прямом смысле этого слова потому что это это очень такая отсылка была прямо да к всем все это мне даже в голове что-то крутится такой троп который где-то еще тоже использовался афу типичный хоррорах использовался там как например этот господи как там его буги мэн какой из них будем первую как как минимум а ты джиппер скриппер что ли он не только будем нет там был такой хоррор буги мэн если мы если я правильно помню с этим блин все имена полу вылетали которые лаки number seven играла а в этот предстанейшин это хок да и там хоккан играл я совершенно точно помню там как бы семья и потом внезапно в конце ребенок становится таким маленьким делом не будем им покинуть нет это когда отдельно другое другое будет будет буги мэн мне кажется это только для англоязычного человека может быть все как что-то пугающее может звучит на оба яга бука бука боишься булку мука придет за тобой ну да интересно да я смотрю до 20 минуты мы даже против не стали говорить кстати это ты знаешь фактор из которой играла главную роль нет она играла в культу вам я бы сказал уже наверно хорошо культу может быть в очень узких кругах ужастики it follows которому наверное уже лет больше десяти точно ой слышала не смотрел если не слушай может быть это 2014 ну да где 10 точно есть и it follows это был первый ужастик который положил начало вот таким ужасом с ноу-бернером который очень медленно запрягают там давящая атмосфера нету скримеров почти и it follows вот если ты будешь на монтаж крутить советую посмотреть этот фильм задал вектор тому чем как должны выглядеть фильм ужаса по крайней мере десятилетия вперед ну не один но был один из тех кто тренд этот открыл и вот она там играла еще школьницу совсем молоденькую вот наш доросла до агента фбр если начать с нее как тебе актерская игра и как тебя в начале было непонятно но я думаю что ей просто сказали играешь такой зажатый потом становится понятно почему она бы такая зажатая но это прям мягко сказано мне кажется на играть там прямо псих психические расстройства до удивительно что ее пропустили фбр сейчас подумать об этом до либо на скинта переспала но я тоже знаешь лишний раз бы побоялся такой спать либо скорее всего открыли очень рано то что у нее эти то что она ну их рассказать ясновидящая но правильнее будет сказать не очень ясно видишь очень зависимости по нуждам сценария вот и она кстати говоря после того как ее избавили от этой фишки я не помню чтобы она сильный очень сильно изменю избавили эту фишку ну типа застрелили эту куклу там типа на это хрень и вылетела из головы убийство куклы не избавляла ее от психических отклонений скорее наоборот но я имею ввиду что там явно был какой-то мистический мотив и очень и очень явно мистический мотив в этом фильме и я даже немножко разочаровала так давай по линии двигаться сложно с этим фильмом станет двигаться по линии с этим конкретно случаем да он и как-то размазал по времени но всегда есть та главная героиня мне кажется она даже слишком буквально хорошо поняла режиссерскую задачу и эта проблема больше режиссера чем даже ее потому что мне кажется она прямо в это вот психическое отклонение играет с таким уповением за неимением другого режиссерского как бы видение и задачи что это немножко отвлекает даже это отвлекает потому что все время смотришь на нее думаешь слушай ну может быть кто-то начальника чернокожий может ты хоть спрашивать этом все в порядке дорогая такая стрёмная потому что да она прям выглядит как человек который даже если бы был продавцом в риме или в любом другом супермаркете она бы подошла бы у меня что-то покупать я подумал что что-то там не так очень выделяется на фоне всего этого слушай сказал про франкштейна я сейчас начинаю вспоминать вспоминать фильм сначала как он движется но во первых хочется сказать что картинка самого фильма мне понравилось видно что как минимум у оператор есть вкус штатив штатив и он и там иногда некоторые кадры особенно поначалу когда там черное дерево на сумрачном фоне вот а вот эти белые белый дом в темноте вот этот псевдо натуральный свет как я тебя спрашивал там если освещение не очень понравился в целом как бы оператор и возможно режиссер тоже очень такие визуальные люди которые могут поставить красивую картинку вот по крайней мере вот как как ставилась камера там вначале вот это вот необычно что нам там это что вот на уровне чуть ниже вот так вот показывал да вот этот дом там какая-то работа на умственная работа над тем как поставить камеры и что они хотят показать у них было у меня сложно этим восхитить уже в наши дни но по крайней мере это значит не такая не generic операторская работа то есть это не бердман но тем не менее в этом есть ну я согласен на месте вклад это мне понравилось что мне немножко смутило что у них вроде как 90-е годы но вся такая картинка как будто у них вот это 70 ничек идет то есть они самого начала поставили этот квадрат как бы флэшбэк такой ты мне сюда аспектра тело 4 на 3 да да вот обратно это тоже как бы с одной стороны умно а с другой стороны но достаточно просто ты знаешь настолько этом выпендрежник для школьников но мне кажется режиссер хочет хотел показать что он могет но может быть как бы мы говорим что в этом моменте когда начале идет кадр 4 на 3 такое что на весь экран не будет и в наступающих титрах он расширяется я в кино я в кино да 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 дадут поначалу реальным я смотрел как бы идет 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 фильм идет фильм она все равно 4 3 мига стиральчик пантоваться не умеют вот эггерс маяк с дефо и паттисона весь снял 43 вот это панк и будете сидеть и будете смотреть черно-белые кино в 4 и 3 формате потому что сто лет назад это выглядело так азон снайдер как понтует саши часов черно-белый 4 до 3 это при том все как бы одна сцена просто в слоумоушене человек ставит чашку кофе на стол вот это вот с одной стороны ты понимаешь что в этом какой-то умысел есть с другой стороны настолько прямолинейная что хочется немножко такое более умного какого-то вот это слово пока мы подняли сейчас даже если не надеюсь это все еще мы играем в игру без окончательного мнения по поводу этого нашего фильма но то что мне в какой-то момент пришло в голову это не это не умное кино да вот и это еще не диагноз ну то есть в том плане я обожаю командос командос это тоже не очень я люблю условных там зловещих и мертвецов вторых тоже не претендует это не интеллектуальный кино да не интеллектуально в этом плане с одной стороны это нормально с другой стороны для детективного триллера это не вот тут уже у меня есть вопросики кстати да я вообще думал интересно вот с этой с этим сценарием допустить тогда в молодого еще такой закалки 20-летней давности до 20 лет до этого сэма рэйми а вот бы да что-то в этом можно было что угодно снять на самом деле в одну сторону и в другую сторону да где вместо николаса кейджа играл бы брюс кэмпбелл это было бы интересно это было бы интересно как бы он завернул это при этом сценарии потому что в общем в целом у меня было ощущение что там есть какие-то такие сюжетные моменты например главная героиня она ее ставят на это дело мы понимаем потому какие начальник объясняет что это уже какой там господи шестое седьмое восьмое девятое убийство кроме целый треугольник стенка с учрежденными доказательствами была большая и я хочу картинку договорить про картинку что мне ну то есть при том что мне нравится как они ставили картинку и что они какие-то вещи убирали но какие-то моменты вот типа вот они показывают белла клинтона на стене 90-е годы но вот стиль того что происходит это как будто фильм из семидесятых восьмидесятых восьмидесятых вот и это вот так немножко сбивает же потому что как бы у вас другое время ребята почему мне показываете стилистику друг но различные то есть только старые нам уже кажется что это как семидесятые девяностое ну нет мне все таки ну то есть там просто так пахнет легкая псевдодокументалистика там какие-то ребенок розмари там вот это вот какие-то мне кажется что режиссер пересмотрел тех самых старых ужастиков и хотел воссоздать такую картинку но в любом случае хотелось ретро этого ощущения хотелось ретро но он выпал неправильное время то есть это уже начиная так вот тут скорее дальше мне даже вопрос а что тут по факту дают эти 90 я смотрел фильме я думаю какой-то момент что окей нам нужны 90 что было какая-то супер мега критическая ситуация в которой понадобится мобильный телефон отсутствие интернета и телефонов может быть может быть действительно он просто выбирал там ему хотелось определенную картинку но поскольку надо было как бы не сильно глубоко притворяться как будто прошлое а он просто выбрал крайний момент где можно было обойтись вот определенными устройствами вот она вот тот же it follows этой актрисы там краса не элегантно обходили этот вопрос потому что смотришь этот фильм ты вообще не понимаешь какие года происходит здесь там вроде бы есть телефоны но при этом все выглядит как 70 иногда и вот это создает очень такое ощущение дискомфорта потому что такое тебя как будто бы вводят за нос то есть можно затем играться и какой-то дурной сон да 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 примерно так и с этим можно играться по-разному но на этом продумать надо это продумать да вот в общем это не интеллектуальное кино потому что то что происходит это все расследование и прочее мы знаем что это не первое далеко убийство это происходит годами это фбр и они за годы не взломали шифр который просто я извиняюсь просто из библии то есть я уверен что любой какой-то шифровальщик это бы сделал меньше чем за день люди человек который специально этим занимается у которого эта профессия ну да если особенно если там просто буфа буквенное сравнение это соответственно когда есть простой момент что есть определенное сочетание букв которые вылавливаются на раз вот и по ним уже подбирается слова не подбирать да я уверен даже более того что наверняка даже есть в apple story и в google play какая-нибудь программа которым может быть я преувеличиваю но это элементарно делать это сатанист библия шифру идет по белью но это как бы настолько на поверхности она такая если бы начальника и проверял потом когда она говорит вот там по библии этот шифру он такой неплохо работаешь малявка молодец я думал о том что я объяснил себе этот момент процессе кино о том что она первая получила именно с расшифровкой вот это до этого были просто без расшифровки и какие-то тупые фбр которые десятилетия действительно если с ее десятилетнего возраста потом когда там ну 10 лет точно прошло может все время видимо был давать он как чикатило там или многие другие знаменитые манеки залегал на дно там на 5 лет там что-то в этом роде но в этом верится с трудом и вот тут тоже как бы разные подходы не говорю что хорошо или плохо но вот и смотришь молчание ягнят условно и там показано как фбр это большая машинерия но это система на системе все продуманные там все на то чтобы здесь такое ощущение как будто бы фбр это так у нас тут есть маньячила который 20 лет уже орудует ну для нас это вообще не супер важно вот разберись но у нас еще 50 таких что это только в этом районе да поэтому ну давай ладно не будем долго размазывать в этом это точно можем тут почему-то сегодня хочется на абстрактные темы нет ну ты прав ты прав насчет того что во первых опять вернусь к теме франкенштейна вернусь теме на уши данили кто интеллектуальное кино что действительно вот поначалу вот этот вот псих сайкик элемент он тебя так одна держи вот сейчас будете бугагашеньки из кустов у тебя немножечко случается эти бугагашеньки потом она превращается как бы обратно в детектив потом ты чувствуешь где-то там есть копипасты из одного из другого там фильма и в конце такая легкая бугагашенька но у меня только один раз честно говоря и сердце ёкнуло но это из-за того что там такой хитрый монтаж помнишь когда он там и попускался ну да типа она фоткала его как-то типа или и лицо как бы являлась то есть мандау эпилептический сочетание неожиданности и музыки скорее всего это тот момент это выводы которые могут сделать по поводу этого фильма интернет опять всех обманул не верьте никогда тому что вы смотрите в интернете и читаете потому что интернет мне там рассказал что это самое страшное за последние 20 лет страшный страх когда там из рецензентов нет это не страшно это очень жутко все время это чистые люди так не как князь мышкин из романа достоевского идиот это чистой душой видимые восприятием люди которые никогда в жизни ничего не видели знаешь это как в играх делают когда у тебя этот главный герой у вид только из плеча и ты видишь главного героя не видишь них иначе вокруг и он и потом и это делается очень легкой задачей геймдизайнера поставить монстры который выпрыгнет неожиданно тебе в спины набрали зрения вот и тут то же самое все эти фильмы вот тот же панас косматос блэк рейнбл который больше дебильная камера на самом деле был и мне он но у меня был друг который очень любил и этот фильм зато ты у джонни депп он выбирает роли какие-нибудь эксцентричные джонни кейджи любит выбирать такие где он такой интересная такая большая тема на мой взгляд на этот фильм вот я не знаю или дать скрываемся уже по поводу этого фильма мне кажется насчет скрываться ты имеешь ввиду нравится не нравится я даже не знаю тут можно ли такое у меня на самом деле четко у меня есть элементы которые не нравятся им можно сказать что но сейчас мы как я как раз таки пытаюсь рассказать где мне вот на плюсик где у меня минусе а так в целом как бы и по итогу сложно вот николас кейдж николас кейдж молодец о чем я до этого говорил о том что а вот и она по носкам к фанас космонатус до космонавта что вот это вот тебе ставят камеру так что там видишь только то что хочешь видеть режиссер ну собственно это кстати интересная метафора с этими кухонами но вряд ли вряд ли режиссер об этом думал вот метафоричность там надо да вот и загадка там кажется там кажется что страшно и что есть какая-то загадка и детективность только потому что режиссер пытается тебя там режиссер сценарист он же в одном лице вот пытается показать себя жда у меня решили мне это у меня мистический детектив мне мистический хоррор детектив хоррор вот этого но по факту у него там франкенштейн который не может быть мистическим на дерганый элемент а я понимаю что и он поначалу например когда эта девушка сидит там в кабинете там раскладывает это где-то потом дальше используется не тот скорее всего он где-то увидел этот кадр красивая церковь клише да и зодиака например кстати говоря но это вообще видео или из сериала филадельфия всегда солнечно там есть момент с мема где чарли сошел с ума и красной ниткой соединяет все подряд как теория за гору супер стереотипы клише а потом работает ли это по-моему нет это один одна сцена которую вот сыграл и и выбросили потом другая сцена сыграл ее выбросит 3 сын сыграл и выбросит вот и в этом но там там есть чеховские ружья как бы которые так сказать повешены изначально и ты понимаешь что они выстрелят в конце вот и но тем не менее видно что сценарий не переписывался многократно она как-то едет да она едет нормально хорошо как-то едет да все вместе так вот николас кейдж николас кейдж николас а помнишь я тебе говорил если вы не взяли мэрилина мэнсона это было бы даже можно было не гримировать да вот даже можно было не гримировать николас кейдж гривен молодец как бы не был больше понравилось если бы это никто не трубил о том что он там сидит под этим гривен и даже не показывали в титрах что это николас кейдж а я бы просто сидел где же этот кейдж сидит там я думаю тогда бы на фильме николас кейдж это было единственных козырь как чем вообще завлекать людей в кинотеатр да а так как бы ты видишь ну как том круз торпик сандер чтобы даже никто ты не знал что там вообще николас кейдж просто что это да что это за кто это внезапно ну да но никто бы не пошел нового не побоялись бы на сарафанное радио на на чувак максимально странное в общем-то но как бы маньячила классические но как классический даже не знаю классические ли маньячил они такие хитрые твари они обычно социопаты ладно обычная я не специалист но как бы в моем образе это такие социопаты которые научиваются притворяться социальными людьми то есть или около того то есть их трудно вычислить именно потому что они похожи на нормальных людей вот а такого чувака там блин вообще не похож как его никто не нашел там мне кажется просто за внешний вид можно было бы уже арестовывать электрический да и вообще спрашивать многократно ты кто вообще почему у вас из какой планеты прилетели молодой человек да да альфа-центавра конечно объясняется что он там нашел этого эту нашел сообщника и да она потом ездила вот но но на самом деле это вообще никак но как бы вот эти флэшбэки я такой непонятная штука на самом деле то есть по мне кажется что это довольно такой топорным метод ставить вот это чеховское ружье что вот у тебя флэшбэк где-то отдельно снята а вот процессе сценария вообще не видно что но я не заметил каких-то очень таких действительно понятных зацепок насчет того что что будет дальше здесь очень большая проблема у меня с тем что главная героиня оказывается не просто частью пазла этой всей истории ну ключевой части вот это уже мне кажется перебор то есть тот факт что она в детстве его встретила я такой окей она всю жизнь пыталась его там поймать и так далее и так далее и так далее но тот факт что она не просто являлась одной из его жертв много 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 лет назад а тут факт что ее собственная мать фактически являлась этим убийцей вот это мне кажется тоже чуть-чуть так за ушки притянули к паху силы ним да 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 а по поводу николаса кейджи вот тут николас кейдж мне очень нравится я даже когда под делаю свои роли как актер какие-то я актер да если что в предыдущем видео упоминалось в том числе я скину твой дэморил какой-нибудь что-то можно сказать канал есть сюда придумаем да мне да 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 это скину да это можно будет кинуть в прошлый раз не указал если это кому-то интересно да вот и я очень часто когда делаю роли я отталкиваюсь от николаса кейджа я с какого-то момента его фанат мне кажется у него очень смелый подход у него есть свой стамы не было вот да 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 то есть как фильме поцелуй вампира у него была внутренняя задача насколько большие насколько я могу вылупить глаза в этой сцене но это как бы это смешной момент а он вообще у него этот есть стиль который он сам придумал метод который называется шаманик ну а метод интересные и метод авторский который для него работает как например для призрачного гонщика он реальные древнеегипетские тотемы ритуалы вшивал себя в куртку оккультные какие-то вещи то есть такой метод необычно до теме чего всеми скажем так и вот я думаю как же будет ой фильмы кстати отличный трейлер просто суперский трейлер первым который был интригует цвет почти показывают кейджи но не показывают или такой что же он там такого вытворять что нам даже не показывают и если честно я понял почему не показывают но это будет не очень комплиментарно фильму и режиссуре то мне показалось что здесь кейджи делает то чего я боюсь больше всего на свете что буду делать я и что что наверняка я где-то для кого-то и делала или во что можно попасть в эту ловушку он выкручивает все рычаги на 200 процентов как говорил опять же уже чуть-чуть словом я вспоминал сегодня фильм tropic thunder они же солдаты неудача you never go full retard то есть что я имею ввиду что то визуально пиршество скажем так микки руру к лучшие годы которые мы сделали на лице айка то как он выглядит этого было более чем достаточно для того чтобы перформанс делать максимально минимальным то есть я все время смотрю на то что он там вытворяет и во первых я все время вижу что это актер актерович актерских из поколения семьи актеров которые сейчас актерствуют и меня это вырывало например потому что вот это вот это что-то в моем степени уже приближающиеся к джареду лета фильме отряд самоубийц а джаред лета фильме про этого модельера смотрел нет который этого скорсезе точнее этого как вот и что прогулка дам гуччи дам гуччи скотта да 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 там моя жена не узнал кстати говоря его а там где он да это макароник да да я понял вот да что-то в этом роде но в любом случае джаред лета это зачастую не комплимент и вот потому что я смотрел и мне местами такой и ещё чуть чуть ник еще один шаг это будет комедия то есть мне уже чуть-чуть было смешно но все время оказалось чуть-чуть и опять же я знаю не классики я все еще люблю я очень хорошо к ним отношусь никого звучит и всегда как минимум не скучно это как минимум не скучно это может быть не гениально будет и не очень хорошо на это будет точно не скушно же когда это плохо это феерично плохо в каких-то фильмах, когда получается. Хотя, наверное, есть где скучный вариант. Но мне кажется, что, опять же, маньяки, я про них читал, и прочее, прочее, если бы он наталкивался от кого-то более реального, вот настолько не шел в эту бафонаду, то есть, мне кажется, либо нужно было брать актерской игрой и быть обычным дядечкой в очках, условно, как этот... Sweet Bones. Милые кости. Да, да, да. Я не смотрел кому-то целиком, но мема я знаю, да. То есть, да, либо нужно было идти в этом направлении, либо тогда вот этот вот грим, который есть, но делать человека очень приглушенным. Тут вот настолько зажигает он творчески, что, мне кажется, еще чуть-чуть могли позвать Джима Керри, и был бы похожий эффект. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, и мне кажется, что, опять же... Режиссура. Это ты меня, кстати, научила, о том, что даже если актер херовый, правильный режиссерский подход, с правильным императорским подходом, может это все исправить. И, собственно, если вот настолько это во всем фильме играется, то это, значит, была поставлена такая режиссерская задача, то есть такая задача актеру от режиссера. То есть ты в любом случае можешь попросить еще один дубль сделать. Да. Ты можешь не использовать эти кадры. Для меня в тот момент я почувствовал неладно, почувствовал запах Гарри, когда... Гарри. Потом такой... Мама и папа... И я такой... Ага, точно. Возможно, есть такие люди, возможно. Но, опять же, взять какой-то реальный у них... Чуть-чуть нас верните к нашей человеческой реальности, действия происходят на планете Земля. Да. И так далее. Но главное, мне кажется, вот о чем я думал, пока мы смотрели, это фильм мог бы позволить себе быть таким, какой он есть. Предположим, в начале 90-х мог бы. То есть не претендующий ни на что, триллер про Минника такой вот есть. Хотя даже в 90-х, мне кажется, зачастую в триллере про Минника была какая-то фишка, твист, какой-то прикол, изюминка. В каждом какая-то пыталась быть какая-то уникальность. Мне здесь сложно сказать. Николас Кейдж в роли Минника это та изюминка, которую они могут завлечь зрителей, которую они могут продать. Потому что помимо этого изюминок особо таких уникальных нет. Кукла. Ну, блин, да уже там про этих кукол-убийц, кукла-чаки. Ну, ладно, тут это другая история, но в смысле маловато. Да. И самое главное, точнее, мне кажется, это даже не только отсутствие вот этой так называемой изюминки, но ужастики, то, что вот канала 24 показывает, есть такие замечательные режиссеры, после как там Ария Астер, вот тот же выпал из головы, Эггерс, который маяк, который ведьма, который викинг. Ладно, викинг не ужастик, но сейчас у Носферату вот у него будет выходить с дочкой Деппа и с Карсгардом и так далее. То есть то, как уже, ну, как минимум лет 10, как ужастики выглядят, опять начиная с того же It Follows, это high-concept horror. Те же бабадуки, тоже все остальное. То есть это с одной стороны ужастик, с другой стороны это философия какая-то. Это не просто как-то тебя развлечь, а это заставит тебя задуматься, показать потаенные страхи чего-то на самом... Чего мы все, не ты боишься даже, мы все боимся на подсознательном уровне. Щепотка Фрейда, щепотка Юнга, щепотка символизма. Какой-то более глубокий смысл. К примеру, о чем я думал, это вот мне пришло на ум, опять же, давно не пересматривал, но «Молчание ягнят». Не только триллера «Маньяке». Там есть очень классный комментарий на тему сексуальности, женской объективизации, сексизма и так далее и тому подобное. Потому что главная героиня Джуди Фостер, она ищет маньяка, который насилует, условно, убивает женщин, но при этом все ее коллеги-фберщики на нее смотрят такие, о, неплохо там что-то. То есть она борется с чем-то большим, чем просто с маньяком. Там есть темы, которые продавливаются через фильм. В том же всем. Потому что там герой Моргана Фримена, он вообще не хочет персонажа Брэда Питта брать на это дело. Для него это последнее дело, а для того там чуть ли не первое. И у них разные философии. И Морган Фримен, его персонаж, который говорит, что, по-моему, если не могу дословно сказать, что в этом мире, этот мир прогнил. Там его ничего уже не спасти, поэтому все, я ухожу. И Брэд Питт, который, не, посадим всех плохих, будет нормально, да. То есть там есть темы и персонажи гораздо более глубокие. Тебе есть на чем подумать. Побег Брэ, Брэ, Брэ. И вот тут этого отчаянно не хватает. Фильм очень поверхностный. Да. Он пытается быть детективом, но потом оказывается мистическим триллером, отчаянно не хватает. Потом открыто делает Ля, 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 Сатан, Фатан, Хайл, Сатан. Вот это вот. Это концовка, просто последний кадр. Это реально такое, какое мне до этого делал? Я понимаю, что Америка там жуткая, ну такая лютеранские христианизированная страна, ну так бабки, возможно, возможно, да. что это white trash этой америки это может быть это на них это действительно четко действует но у нас не настолько радикального тех кто в латвии живет сатана не пугают уже короче к тому что наше общество не настолько а церковь о церкви но чтобы серьезно воспринимать вот это вот сатанинские какие то вещи это скорее вот это вот то что не работает то что не работает здесь это продолжает очень договоришь это то что маньяки и когда читаешь про маньяков есть наверное какие то кто из них был типа сатанистами но даже ближе к шизофрении до большинство самых страшных про которых ты будешь считать не были не 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 сатанистами не верующие делать до более того опять же когда ты маньяков берешь а тут еще маньяки и дети да и такой ну нет сексуального контекста там не было типа серьезно ты посмотри сколько там там есть сексуальный контекст и это жутко мы про этого товарища вообще ничего не знаю кроме того что он этот кроме того что его играет кейдж не мало но да и то что не умно в том смысле что хотелось если бы вы делаете детектив то вы но такой вот детектив про маньяка и возможно с такими мистическими нотками то сделайте так чтобы это можно было объяснить и так и сяк а если вы делаете мистический трейлер то давайте уже запускайте мистические штуки такие чтобы это было у меня есть когда я смотрел появилась идея хатфикса первого дня который не поможет уже в данном случае буржески но так не работает как можно было по тексте ты могут быть фильм тематически про птср птср то есть до конца вообще не понимали девочка ты вообще в себе а кстати вообще а маньяк существует это вообще фбр да ты в тихушке лежишь ну понимаешь о чем не помнишь знаешь фильм на котом которые аквамены снимал он уже стик какой-то назывался типа тела нет джеймс вон у него последний был а вон до проклятий все эти да да у него еще был сторонний вообще ужастик там про женщину которая одновременно со своей сестрой как бы там рождалась или брата там ее там кого-то пришлось удалить типа она сама в себе была этим близнецом и этот близнец внезапно проявлялся это в этом чтобы ну тоже мне кажется до этого было фильм про маньяков и так далее триллеры вспомнил опять же не смотрел никогда целиком к сожалению вот тут каюсь виноват никому не рассказываете психо пичкока слышал отрывки на несмотря опять же тоже там гораздо более глубокая тема когда психо классика а ведь это черный это один из первых таких вот популистических триллеров на эту тему и даже там была глубина в том что маньяков оказывается вот этот вот работник отеля который переодевается в свою мать и убивает всех как будто бы он его мать не он убивает его мать убивает а мать давно уже мертва да и скелета умнишь руки то есть там вот ну фрэк такой бы сказал 22 сигары вверх до 2 банана это уже даже глубже вот это вот отношение с матерью здесь тоже эти темы затрагиваются детская травма как она переносится во взрослую жизнь не мешает тебе жить и вплоть до галлюцинирование навязчивых состояний и невозможности жить нормальной полноценной жизнью и возводить отношения и так далее и так далее потому что есть невылеченная детская травма и явные проблемы с матерью это все чего в фильме нет точнее она вроде как есть но мотивация главного злодея да все пунктируем выключать во тьму вода мы уходим во тьму потихоньку давай тогда закругляться до дела тебя уже готова резюме да я не знаю я честно говоря все чтобы не сказал это будет высосанное с пальцем то есть в том плане что если хочется посмотреть что-то хорошего про маньяков есть куча более эффектных более мастерски снятых фильмов от нечего делать можно все сказала на мой взгляд все что мне показалось сказали люди пока тебя ждал ты пошел в туалет а там выходили люди в основном это были подростки лет 14 15 которых по идее помнят фильм не должны были бы пускать но это основном были дети они выходили одни за других и за другим и то что я слышал они говорили первое было два парня выходили говорили друг другу я ну если честно херня они явно не видели все эти 7 и так далее так и прочее но их не впечатлило и потом выходили две девчонки одна сказал другой не ну чё местами смешно и потом было что-то еще я не так точно помню ну вот примерно это мои ощущения то есть это можно посмотреть на один раз можно это потом с радостью где-то там подискутировать и как-то обсудить обязательно ли так просмотру я думаю есть куча других фильмов которые вы не видели которые можно посмотреть на это не не прямо не калашлаг но у меня приблизительно такое же мнение получается что по картинке по саундтреку я думаю что режиссер умеет создавать законченное так сказать произведение но сказал что это все таки не не до конца определившийся в фильм то есть режиссер явно следует обращаться к более умелым сценаристом также ему на стоит еще научиться ставить актером задачи то есть картинку он может создавать актеров он еще до конца не умеет ставить не понимая что он хочет сказать этим фильмом фильм сам не знает что он хочет сказать собой и от этого получается такое очень смешанное ощущение от которого я бы поместил этот фильм не на большие экраны а в раздел инди проектов которые можно выпускать там не знаю на netflix посмотрите если у вас внезапно больше нечего смотреть да да вот это что-то такое примерно что сдампливается netflix каждую неделю это там свои аналог бесконечная вот как этот фильм это работа будет нормально а для кинотеатров мне кажется маловато будет такого я не знаю какие кассовые сборы это фильм если хорошие но ради бога тогда у тебя будет еще одна попытка если сборы плохие то чувак это твой четвертый фильм я бы сказал это не твою почему не твой если если так мог бы выглядеть так мог быть выглядеть первый фильм режиссер я бы сказал там есть потенциал да это человек занимается этим уже судя по всему довольно таки давно и это пик это пик его карьеры судя по оценкам остальных фильмов это его гражданин кейм понимаешь может быть вдруг чакры откроются какие-то но пока не открылись потому что фильм попала на большой экран только за счет того что у него был хороший трейлер понимаешь вот туда пропихнул кто-то захотел чтобы это пихнул и кейдж на трейлер кейдж и стриминги не захотели такие у нас такого там мы просто на вес отдаем лопатой зачерпываем и да и сразу загружаем в upload в общем да что парадоксально мы проговорили так много про этот фильм о которых особо нечего сказать в два раза больше чем про чужих про который говорить было посмотрим как зайдет такая размазанная история правда посмотрим да ну что ж тогда закругляемся спасибо за то что посмотрели лайки подписки шары все линки будут в описании и в общем то пишите будем смотреть будем разговаривать и не дружите с сатаной потому что тогда он придет николас кич как мэнди в общем то увидимся следующий раз и именно об этом наша история и и и Субтитры создавал DimaTorzok